Так, а теперь в то же самое время смотрим 2 марта 2000 года. Следите по датам. Это последнее письмо от Саши было на 14 февраля. Это, простите, это письмо от моей мамы ко мне в Аргентину. Так, это всё насчёт ящика Пандоры. Помните, когда вот она в это время вот встречалась для того, чтобы рассказывать правду? Правду, ящик Пандоры открывать. Я не знаю, чем она так полюбила Гену, если она знала о всех его действиях. Так вот, читаем. Здравствуй, Оксаночка. 2 марта 2000 года. Здравствуй, Оксаночка. Так, помните, что я прилечу через 2,5 месяца, и не потому, что мама писала. Я знала, я была в шоке, что она стала говорить, что она говорит этому вот Артуру про Гену, когда я в отъезде. Я приехала только потому, что Смирнов мне сказал, бегом лети, потому что твой Артур в сильной опасности. Вполне возможно. Там же квартира, понимаете, одесская квартира. Помните, вот я махала. Кому-то, кого-то на шубу купили, кого-то на гарнитур. А моя мама, сестра по духу, вот ему вот, Саша, наверное, но точно не мне. Она моя мама, если вот она по крови, вполне возможно, но она не сестра по духу. И Саша, я всегда его считала, вот знаете, вот по духу одним. Потом, когда вот Артур сказал мне, ну потом, когда я вот во всем разобралась, я в 2004 году, только вот когда Артур в Усатого мне сказал, вот тогда я поняла, что я жила не то, что, вот мягко так скажем, не с братом по духу. Здравствуй, Оксаночка, давно собиралась тебе написать, но то времени не было, то душа моя была неспокойна. Неспокойна ее душа, поэтому пошла и за Гену начала говорить. Что она хотела сказать? Какое количество он мне изменял? Что я должна была семилетнему ребенку сказать? Собиралась написать, но вот времени у нее не было. Так, тут душа была неспокойна, понимаете? Вот так вот, это моя мама, она по полгода не писала. Я могу писать, я писала каждый месяц, как там бабушка, как там это вот, как вы, как Сережа, через полгода написала. Но она у меня любительница погулять, она поэтому, они с Генкой классно гуляли. Я не удивлюсь, если она там что-то имела с Генкой или вот на полном серьезе. Вот на полном серьезе, я уже ничему в этой жизни не удивлюсь от этих людей. Я бы удивилась, если бы там вот Стив вот такой вот что-то сделал. Ну, да серьезно. Говорю на полном серьезе, никаких шуток. Вы просто представляете, какие у меня вот везде шрамы. Уже ран нету, шрамы. Мы все очень соскучились по тебе, как ты там, так далеко, в чужой стране, у нас все по-старому. Я даю уроки, Сергей продает, ну, он батарейки продавал на этом, вот, на привозе. Бабушка дома, помогает по хозяйству, слепая. Она все кушать готовила, вот, и мама ее, ну, ладно, это уже отдельно, это вот. Неделю назад я навестила Артура, ходили в Макдональдс, купила ему хаппи-милл. В переводе на русский счастливая еда. То есть еда, упакованная в красочную коробку, в которой находится еще и игрушка. Вот, за еду она, конечно, это рассказывает, это вот. Слушайте, лучше бы не напоминала мне про свою еду. Она за 74 года не научилась сырники готовить, вообще не научилась. Скажи маме на еда, и у меня сразу рвота, вот, сразу готовьте мне унитаз. На полном серьезе, никого не хочу обидеть. По-моему, ему понравилось. Это все такая показуха, ну, ладно, не в этом все дело, смотрите здесь. После этого мы зашли к Клавдии. Это Таша Громова, я ее, кстати, заблокировала на полном серьезе. Она у меня нет, вот. Это та, что вот у нее Виталик и Наташа, вот дети. Это которого вот Виталик Громов меня подставил, дал мне адвокатшу, которая меня кинула на 3000 долларов. Вот, и вот в этом марте я полетела по этому в Одессу, все сделала вот официально, написала в прокуратуру и все. И вот эта Клавдия, которая до января этого года, 15 лет, она скрывала, что Иван живой, что Иван живой. Мой отчим восстал из мертвых. Представляете, какая у меня? Так, слушайте, все эти вот, соуп-оперы отдыхают, мыльные оперы отдыхают. Клавдия, она поехала похвастаться моим ребенком. Так вот, так как погода была мерзкая. Кстати, это именно та подруга, вот, которой они познакомились на заводе шампанских вин и познакомились, она знает и Юрика, это моего отца, с самого начала, потому что они с мамой были в ресторане. И Юрик был, ну, простите, вот он себя так называет, то есть мой отец был тоже с каким-то дружбаном, то есть они познакомились в ресторане черном, это вот, в лондонской. Вот, понимаете, девчонки. В общем-то, мама никогда не поступила в университет на НИАС, она не пошла там работать в детский дом. Вот Оксанка моя, одноклассница Оксана, пошла работать, она тоже не поступила, пошла работать в этот вот, в дом Малюткин, следующий год поступила. Моя мама пошла веселиться на заводе шампанских вин. Я никого не обвиняю, я просто сравниваю. Я сравниваю, анализирую, у меня такой мозг. Я детям рассказываю, я говорю, анализируйте, вам выбирать, кто куда пойдет, вот, а потом год отрабатывать. Вот, а мне там газ, квас, кирогаз. Вот, и Клавдия вот мне говорила, любит твоя мама, всегда любила погулять. Ну вот, вот что я могу сделать, вот, вот, вот такие, вот, вот такие корни. Так, слушайте, вот, поэтому, господи, прости весь наш род, вот, если, я не знаю, если я вот из-за своей дурости все это страдала, господи, прости меня и все мои грехи на полном серьезе, если вот там за родственником, чтобы только вот наше дерево, знаете, пускало корни, вот, и мартельки уже дальше вот процветали, уже трое есть. Так вот, поехали они к Клавдии, так как погода была мерзкая. Так, холодных счастья, мы застали ее дома, так как оказалось, ее отпустили на выходные из больницы, у нее был крест, потеряла сознание, упала на пол у себя дома, был гипертонический крест. Она сейчас на лечении, тра-та-та. Да, в прошлом году, не, мне очень жалко, не, на полном серьезе, мне людей жалко, абсолютно, я очень-очень сопереживаю, это вот, она понятия не имела, вот, это Клавдия, она маму знает до моего рождения, она понятия не имела, что меня отфутболили в Самарканд, что я там жила, вот, она понятия не имеет, что три месяца посла гусей в трехлетнем возрасте. И вот, она никак не отреагировала, когда мать уехала, когда мне было 7 лет на полгода, она это спокойненько, вот, отреагировала, это именно та женщина, которая в 12 лет задала такой вопрос, я нечаянно это, я не послушала, я не специально, я просто вошла, я тоже ставила на видео, это второй раз, второй раз здесь повторяю, вот, она зашла и говорит, у Оксаны сейчас такой переходный возраст, это вот 12-летний, и, знаете, что мама ответила? Я же говорю, у меня память такая, вот, мне так кажется, как компьютер, потому что выживать надо было с двух лет, иначе всё, иначе гайки, иначе там на тот свет, очень живуча. Так вот, моя мама ответила, я ей этот переходный возраст выбью, и я такая, ах, ты выбьешь, посмотрим. Вот, так, в прошлом году она много пережила, похоронила двух бабушек Шору и Нюсю, очень много денег ушло, да-да-да-да-да. Вы знаете, вот в эти, может, вот болезни потом, и вот такое вот наступает, потому что люди вот такие вот секреты вот скрывают.